Здравствуйте, товарищи! Нас уже поздравил с сегодняшним экзаменационным днём ректора Красного университета. Мы поздравляем всех слушателей. Здесь присутствует Кирилл Валерьевич Юрков, преподаватель Красного университета, и я, Павлов Михаил Васильевич. Мы сегодня будем принимать экзамен. Во второй половине к нам присоединится Александр Сергеевич Казёнов, который сначала хочет посмотреть, как мы будем принимать, чтобы принимать лучше нас. Итак, начинаем. Значит, первое слово для того, чтобы ответить на поставленные вопросы по курсу, предоставляется товарищу Шалепову. Денису Павловичу Павловичу. Вот что из философии вы выбрали? Из философии понятие определения, понятие, 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 как снятые сущности. Ну давайте, первый вопрос, пожалуйста. Понятие определения – это в себе бытие… Ну подождите, что это такое? Вы же сразу раз все вытеряли, а что это такое, при этом? Понятие – это третий раздел книги «Наука и логика». Понятие – это не родилось. Сейчас мы говорим… Вы об определении говорите, да? Вот определение – это что такое? Определение – это категория философская… Ну так она и определяется. Ну вот, смотрите, вот если я буду говорить там вот красное яблоковое, могу сказать просто яблоко. А, это качество? Вот качество, да, вот это очень хорошо. То есть это, когда мы говорим о определении, мы говорим о каком-то качестве. Но не всякое качество может считаться определением, правда? Да. Вот это полное определение – определение. Качество? Качество – это… Определение – это качество, которое есть в себе… В простом нечто. В простом нечто и находится в единстве с моментом… В другом нечто с каким? В себе бытие? Оно есть в себе, что же оно будет само собой тут единство. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом. А нечто? Какой второй момент? Как второй момент нечто назвать? В нем бытие. Вот, в нем бытие. Ну вот, мы, значит, с вами разобрали. Качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. Ну вот, так сказать, такое определение представляется сложным, может быть, не очень популярным. Вот, не все его могут сразу запомнить, но смысл-то его в чем? Ну, во-первых, это качество. Это не какое-то собрание, там, всяких разных признаков, потому что по разным признакам… Вот, я сейчас начну смотреть, это вот признак, тут вот сейчас как раз ищет полиция, два глаза, один нос и волосы наверху. Ну, очень много людей с одинаковыми признаками, но это совсем не те люди, которых ищут. Так и здесь. А это качество. Какое качество? То есть, из всех выбирается качество, которое неотделимо от наличного бытия, а правда оно же не… Единое, определенное, определенное, конкретное. Качество, нечто берется, надо взять качество. Вот такое, которое сохраняется в изменениях… Это изменяющиеся нечто мы берем? Когда мы говорим об определении, когда мы находимся на рубеже изменяющегося нечто, правда? Да. Значит, это качество в изменениях сохраняется? Сохраняется. Какая категория говорит о том, что оно сохраняется? Вот в определении. Какие слова? Качество, которое есть… Которое есть в себе? Есть в себе. В себе – это значит равно самому себе. То есть, качество, которое… Нечто изменяется, а качество сохраняется. Обстановка изменяется, а качество удерживается, сохраняется. И еще оно находится в единстве с другим моментом, с нём бытием. Это что значит? То оно только где-то внутри или оно выходит в нём? В нём… Значит, выходит оно в нём? Нет, в нём только. Как это в нём только? Как это в нём только? Если у меня определение, скажем, такое, что я вот коммунист, это я коммунист только под одеялом, что ли? Оно никак в моих действиях не проявляется и никак по отношению к карме. К противникам коммунизма не проявляется. К сторонникам, наоборот, не проявляется. Как оно? Бытие длинного. Находится же в единстве с в нём бытием. Но по отношению к иному проявляется оно тоже неизменно. То есть получается. Категория в нём бытие, что означает? Это такое в себе бытие, которое находится в единстве с бытием длинного. Раз вы говорите, что определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и находится в единстве, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. А что значит в нём? В нём – это указывает на то, что есть не в нём. То есть, если вы говорите внутри, так вы, значит, напоминаете, что есть что-то и снаружи. В нём бытием только тогда можно сказать, когда вы отталкиваетесь от того, что есть снаружи. Поэтому вот это определение указывает на такое качество, которое сохраняется в изменениях, сохраняет себя в борьбе. Оно противостоит другому. Но с другой стороны, раз оно восходит к иному, то через иное можно изменить определение. Бывает, что люди придерживаются одной позиции, это их определение, а потом вдруг что-то с ними происходит, и они деградируют и становятся вообще людьми, занимающимися противоположной позицией. Бывает такое? Бывает. Вот, например, Карл Каутский. Он был марксистом? Да, поначалу, да. Да не только поначалу, он достаточно долго был. И все работы, которые он написал тогда, в то время, когда он был марксистом, марксистские работы остаются, можно их читать, изучать. Можно и нужно, так. А потом стал он ренегатом. Я об этом, то есть, я не написал. То есть, он, так сказать, находился в буржуарной среде, и, видимо, не только он влиял на буржуарную среду, но и буржуарная среда влияла на него. И, так сказать, через это определение можно проникнуть во что? Во в себе бытие, говорит Гегель. Поэтому это непростое, конечно, определение определения. Непростое. Но это не игрушки, которые люди называют определениями всякие. Вот у нас тут есть материалы, там некоторые товарищи просто берут из плохих учебников и какие-то куски про определение выписывают, и там просто нет никакого серьезного содержания. Наверное, об этом Кирилл Валерьевич скажет, будет говорить. Вот. А вы, в общем, совершенно правильно это сформулировали, хотя и с трудом. Ну, с трудом это потому, что это трудное определение. Но это то определение, которое можно брать именно за определение. Вот, например, Гегель приводит там какой пример? Что вот то, что является определенностью, а не является определением. Различает он определенность и определение. Вы помните пример, что человек имеет такую определенность, что у него есть мочка на ушах? Это определенность человека. То есть нет других животных, у которых есть мочка на ушах. Это отрицание, которое в нем есть определенность. Ну, человек не мочка, но человек с мочкой всегда. Если, конечно, он не попал в аварию, там, или вдруг кто-нибудь не отрезал за долги. Сейчас еще коллекторские конторы пока еще не начинают и уже отрезать. Нам похоже, что они до этого дойдут. Уже звонят по ночам, а потом будут приходить, может быть, носы еще будут отрезать. Мало ли, что произойдет. Ну, а можно считать это определением человека, что вот человек – это животное, у которого мочка на ушах? Ну, можно считать. Можно, да. Определение. Это определение человека. Это вот самая суть его в себе бытия. Суть того, что у него мочка есть. Или это просто когда-то оттянули какими-то упражениями. Почему вы считаете, что это определение? А вот Гегель говорит, что это определенность. А определением человека что считает Гегель? Он, конечно, не материалист, но он просто свое понимание и определение дал. Что по определению Гегеля является определением человека? Разум. Разум. Ну, видите, вы знаете. Ну, разум и… А что же вы тогда? Или разум, или мочка. Вы же выбираете что-нибудь из одного. Так что вы возьмете за определение, а что просто за определенность? Определенность – это, получается, мочка, а определение – это разум. Ну, все отсутствует. Все, конечно, правильно. Так. Ну, давайте перейдем к политической экономии теперь. Так. Какой вопрос вы взяли? Назовите основные признаки верхнего империализма. Назовите основные признаки империализма. Ну, империализм – это государственный монополистический капитализм. Вот это вы по-терапии здесь. Монополистический. Просто монополистический капитализм. Капитализм в своей последней стадии, то есть уже находящийся… На последней стадии чего? Ну, развитие. Последняя стадия развития. Чего? Капитализм в последней стадии развития. А сколько их? 10, или 5, или 7, или 2? Ну, есть еще капитализм свободного конкуренции. Чтобы на конкуренции. И монополистический. Все на две стадии, да? А вот переход от одной стадии к другой – это и революция? Нет. Ну, это скачок? Это скачок? А что такое скачок? Скачок – это неравномерное движение. Равномерное, то быстрее, то медине, то быстрее, то медине, да? Это скачок? Ну, резкое… как сказать… Резкое такое движение. Резкое движение. А резкое движение Гегель называет «перерыв постепенности». Вот я просто хочу обратить ваше внимание на то, и внимание у всех, кто нас слушает и смотрит, что вот хочется ей тогда подобрать что-нибудь такое подходящее. Подбираешь – подбираешь, а потом посмотришь, как у Гегеля сформулировано. У него лучше сформулировано. Ну, перерыв постепенности. Красивый же скачок. Правда? Вот постепенно было развитие. Выше, выше, потом раз – перерыв постепенности. Это скачок. Или все, вверх, вверх, потом раз – и вниз упало. Это скачок. Но не всякий скачок – это революция. Правильно? Переход, скажем, низшей фазы коммунизма в высшую фазу – это скачок? Скачок. Скачок. Классы уничтожены уже, все. Нет неравенства между городом и деревней, или физическим умственным труда. Скачок – скачок. Это революция? Ну… Переход социализма в полный коммунизм – это революция? Нет, это развитие. Конечно. Да нет, это развитие. А революция – переход капитализма в коммунизм – это революция. Так. Ну хорошо. Давайте третий вопрос. Из политической теории. Что вы взяли, какой вопрос? Назовите основные виды социалистических учений. Назовите основные виды социалистических учений. Основные виды социалистических учений описаны в манифесте коммунистической партии Маркса и Энгельса. И основными являются феодальный социализм. Феодальный социализм. Он относится к реакционному социализму. Потом истинный немецкий социализм. То есть в данном случае слово «социализм» используется не как характеристика строя, а как название учений. Учения, которые как относятся к капитализму эти учения? Они относятся к продолжению капитализма только в… Но они критически относятся к капитализму или прославляют его? Больше критически… Критически, да. Вот если они отрицают капитализм… Феодальный отрицает же капитализм. Но они же против его. Там было всё хорошо. Были крепостные, третяне, были огурчики хорошие. Было варенье. А тут вот… Поэтому они против. А вот есть такие вот сейчас при капитализме капиталисты, которые не укритиковали бы капитализм? Есть такие? Как вам нравилось бы, скажем, правительству? Вот вы хоть одного знаете такого капиталиста, которому нравился бы наш строй в России? Ну, больше нет, чем даже. Да, они говорят, вот у нас то не так, это не так, налоги не такие, условия не такие, не дают развернуться и так далее. Все же недовольные. Вот это вот выражение недовольства называлось как отрицание капитализма. Вот оно и формировалось, и формулировалось как так называемое социалистическое учение. Ну, хорошо. Вот реакционный феодальный социализм. Еще. Буржуазный социализм. Буржуазный социализм. Еще. Вот мелко буржуазный, да, социализм. Любит она социализм? Капитализм любит? Мелко буржуазный. То и другое, она мечется между буржуазией и буржуазией. Хоть и мечется, но любит она его? Нет. Больше нет. Не любит. Потому что крупные капиталисты поджимают маленьких. Просто капиталисты. А наши мелко буржуазии – это же не капиталисты, правда? Правда, но… Или это капиталисты? Вырастут. Вырастут. Скорее всего нет. Кто и там вырастет? Сколько процентов вырастет в капиталисты? Не знаю, у кого прихват есть в тех кругах. Те и вырастут. А? Капиталисты. У кого прихват там есть, те и вырастут. Ну, сколько их? Как вы думаете? Какой процент? Единица. Единица. Да, единица. А остальные упадут в ряды по разрядам. Вот поэтому они уже их критикуют. Они почти союзники. Рабочего класса. Что касается кризики капитализма и разрушения его. А что касается созидания – это они все-таки думают, как бы выбиться наверху, стать настоящим хозяином. Так. Ну еще какие вы знаете? Ну и самое главное – научный социализм. Ну это самое главное. Еще бы за это. Научный социализм. Поповский социализм. Ну да. Религиозный. Да, они есть. Так. А утопический вы не хотите? Утопический, да. Утопический, да. Утопический, социализм. Тоже. А что его характеризует? Он вообще реакционный, утопический или нет? Ну нет, он не реакционный. Он как бы… Он нас не назад ведет все-таки, а вперед, да? Нет, больше-больше назад, потому что он утопичный. А чем он нас назад ведет? Ну тем, что он… Такие красивые картины. Хочется сразу заняться борьбой за коммунизм. Кто будет там хорошо? Чего ж он? Куда вас не везет? Он такой дороги не показывает, как туда идти, а зовет туда. Идите, говорит, туда. Вернее, вы туда перелетите, придет спонсор и даст деньги на строительство. Это замечательно, это замечательно такого общества. Вот найдутся же какие-то прозорливые капиталисты. Что-то пока все ждем, может появится такой-то капиталист и даст деньги, и мы сразу построим коммунизм. Я был на то… Вот всем он верил в это дело. Он каждый день в 12 часов сидел дома и ждал, когда придет такой человек, который даст деньги. Но он почему-то не пришел. Но он не придет. На то утопически. Это он утопически, но он же не реакционный. Семен же хорошие вещи, мысли у него хорошие были, светлые. Какой-то дороги только он туда не показывал. Ну, можно сидеть сколько угодно мечтать. На всем отличие от научного социализма, а от утопического социализма. Ну, научный социализм отличается тем, что у него есть диалектический метод, основывается на диалектическом материализме. И он благодаря этому методу такие же картины рисует, как утопические, да? Еще лучше. В чем такое коренное отличие от утопического социализма? В том, что класс пролетиата в конечном итоге похоронит бесклассовое общество. И создаст бесклассовое общество. А, все-таки создаст. Не только еще похоронят, но еще и создаст. А то если только похоронят, думают, что любое кладбище кругом. Он все-таки не только похоронят, значит, есть класс, есть такая сила. Партия. Нет, это не партия, а класс. Класс – это материальная сила. Есть материальная сила, которая выводит из этого общества, не сажает это деление на классы и приводит к бесклассовому политическому обществу. Выводит и приводит в силу каких-то мечты или желаний, или в силу экономических интересов. В силу экономических интересов. А если рабочий не понимает? Ну, нужно объяснить. Вот тогда нужна и партия. Объективно по своему положению. Рабочий класс заинтересовал. Ну, как кривая, что вы скажете? Я думаю, что товарищ Шелепов заслуживает положительной оценки. Да? Ну, сколько мы ему пытаемся? Как вы считаете? Я считаю, хорошо. Поддерживаю вас в этом. Хорошо. Он, так сказать, где-то затрудняется. Это сложный вопрос. Но он сложный был вопрос. Так. Так, спасибо. Поздравляем вас с успешной сдачей, экзамена, оценкой. Хорошо. Так, теперь у нас имеются товарищи, которые прислали из первого отделения и из разных наших мест, необъятные нашей страны, свои работы. Вот, Кирилл Иванович. Да, значит, пришло к нам несколько работ. В частности, свои ответы на экзаменационные вопросы прислал Лапин Евгений Станиславович из города Саратова. Он отвечает на следующие вопросы. Вот первый вопрос. Понятие материя и материалистическое понимание истории. И товарищ Лапин правильно сразу же указывает определение материи Владимира Ильича Ленина. Он говорит, что материя есть объективная реальность, данная она в ощущениях. А это определение? Это, значит, верное высказывание Владимира Ильича Ленина о материи. Но, тут следует добавить, что материя определяется у Гегеля еще в науке-логике как единое, что есть. Ну, Энгельс говорит… Энгельс говорит, что единство мира в его материальности. Это можно вспомнить, да, такую фразу. Ну, вот, да, я бы тоже хотел некоторые комментарии дать, что некоторые товарищи, когда увидят такое выражение, что там коммунизм – это есть электрификация всей советской власти, плюс электрификация всей страны. Это определение коммунизма? Или это высказывание о коммунизме? Высказывание, суждение о коммунизме. Роза есть растение. Это определение розы? Крапива есть растение. Это определение крапивы. Потому что тот, кто думает, что это вот определение… Роза есть растение, значит, ему можно дать и крапиву, если он считает, что это определение. Потому что, если вот мы бы взяли это за определение, то определение опирается на более простые категории, правильно, всегда? Мы должны сложнее определять через простое. Материя есть то, что действует на наши органы чувств. А что, если у них вообще нет наших органов чувств, что нет материи, что ли? Ну, нет еще людей. И нас нет, наших органов чувств. А материя была или нет? Как с точки зрения материализма? Материя была до того, как она не развилась до человека, до наших органов чувств. Для людей, которые имеют органы чувств. Была. Значит, можно эти органы чувств вставлять в определение материи? Вроде нельзя. Дальше поехали. Производят ощущения. Ну, соответственные ощущения. В материи есть объективная реальность. Реальность мы… Это категория, которую мы можем найти в первом томе науки логики. Это позитивная определенность, противоположность отрицанию. Да? Значит, а чем реальность в этом смысле тогда проще, чем материя? Материя более простая категория, чем реальность, или более сложная? Простая. Более простая. Наверное, материя более простая. Поэтому еще надо знать, что такое объективное. Ну, материя есть объективная. Поэтому то, что это совершенно правильное высказывание, суждение, и нужно его знать, и нужно понимать, что в этом высказывании как раз подчеркивается познаваемость этой материи, что мы… То есть, это высказывание направлено против агностицизма, что нельзя познать материю. Можно познать, потому что она дана нам в ощущении. Надеется на наши органы и чувства, дана нам в ощущениях. А иначе, если мы еще как определение, это значит, чтобы определить материю, надо знать, кто такие мы. А мы сейчас с вами, Игорь Валерьевич, два. Ну и, наверное, и остальные, наверное, которые здесь присутствуют. А как насчет других, которые нам и так далее? Вот такая штука. Так, я возвращаю вам. Да, продолжаем. Значит, в этом же вопросе товарищ Лапин указывает, что философские философы разделяются на два больших лагеря партии. Идеалистические – те, кто утверждают, что сознание существует прежде природы, и материалистов, кто берет за первичную материю. Ну, это утверждение верно и далее. В решении научных проблем политики и идеологии в той или иной степени четкости также проследуются две основные линии – идеалистическая и материалистическая. Ну, вот здесь я бы более точно выразился. В политике и идеологии прослеживаются не две основные линии вопроса философии, а эти вопросы классовые являются. Поэтому в политике и идеологии прослеживаются две основные линии двух классов – буржуазии и пролетариата. Действительно, идеалистическая позиция выражает или приводит к выражению интересов буржуазии. Материалистическая позиция – не просто абы какая материалистическая позиция, а именно позиция диалектического материализма, примененного к истории, то есть исторический материализм выражает позицию рабочего класса. А потом было время, когда буржуазия стояла на материалистических позициях? Было. Когда? то есть материалистическая позиция это позиция который занимает прогрессивный класс а когда он становится реакционным да он переходит входит в своей деятельности следующий вопрос какие вы знаете рычаги государственного регулирования экономикой значит товарищ латин указывает что в калитетической среде ему известно несколько рычагов регулирования экономики и указывают о стратегическом планировании в сочетании с рыночной самоорганизации и далее целью планирования указывает товарищ латин нынешних нынешнего российского государства является обслуживание олигархов офшоров и следовательно олигархов компрадор вот эта мысль выражена неверно или не совсем верно целью планирования российского государства является обслуживание интересов и выражение интересов класса буржуазии и эти олигархи наши и олигархи которые значит он так называет олигархов офшоров и олигархов компрадоров они выражают российское государство и собственно говоря владеют им как аппаратом насилия их класса что они не могут быть вассалами представители могут ради и другой страны но при этом если мы говорим о российском государстве то они являются выразительными именно этого класса российского государства прямо российское государство может уже не государство говорит он говорит говоришь шарных олигархах как пишут оба фурнале горкин деньги ханят за границей все у них интересы там поэтому в общем есть тот мысель который у него там присутствует о том что причем так получается что так много делается в интересах иностранных государств россии и все время проталкивается какие-то скажем закупки иностранных машин оборудование а свое губится ну я думаю что он приметил этот момент что получается что российское государство изображает себя независимое государство а чё ж такое независимое государство а все время дает дорогу прежде всего иностранным производителям вот у наших самолетов строительные заводы стоят боинги закупили самолеты стоят так и смотрят строительные заводы стоят а аэробусы закупили причем в таком объеме закупили чтобы уже точно российского ничего не закупать потому что второй раз выложить такие деньги государство не сможет значит государство работает на какой капитал на нас на свой или на иностранный на странах я думаю что в том что он говорит есть резон но на свой тоже работает но получается что наш капиталист очень тесно связано что сделал диарипаска например с газом купил этот самый газ и использовал его для того чтобы уничтожить машину волга и чтобы сделать машину волгу сайбер смысл в машины волги сайберка скрыть теперь ее никто и и нету только в том чтобы уничтожить волну или скажем вот у нас и старецкий завод продали американскому петельсмену зачем чтобы у нас не было инструмента своего чтобы мы могли покупать инструмент иностранный красота или у нас вот скажем и сапсан есть теперь ну сапсан это все-таки птица немецкая больше да не сокол хорошо вам ласточку сделала мало сучку кто делает тоже немцы сейчас у нас будет шушарах предприятия которые будут обслуживать ремонтировать и прочее прочее вот эти самые немецкие поезда которые сименс выпускает о чем мы не можем сделать вообще сами ну ничего мы китайские будем покупать для того чтобы ездить в казани так значит хорошо не нас не на западе куплен так на востоке а мы что это будет делать или нет поэтому я думаю что все таки момент отметил но продолжаю эту мысль одним из рычагов государственного регулирования указывается образование с особых и свободных экономических зон территории которые государство наделяет особо экономическим экономико-юридическим статусом для привлечения российских и зарубежных инвесторов вот здесь по поводу зарубежных инвесторов надо сказать пару слов вообще говоря зарубежные инвесторы это что такое с точки зрения теории марксизма это условиях империализма просто вывод капитала то есть иностранный капитал приходит в россию здесь вкладывает эти деньги в производство а прибавочную стоимость которую производят наши трудящиеся и рабочие выводят обратно в свои страны поэтому надо сказать что с точки зрения российского государства при привлечении зарубежных инвесторов это такой странный инструмент и но это с одной стороны а другой строки и зарубежные инвесторы сплошь и рядом это российские везда но это верно тоже капитал деньги туда угнали ну а по привлечную стоимость массировал отправил обращают назад да то есть они вроде как бы граждане россии вот сейчас им делают амнистию озаботилась государства о всем что такое амнистия вместе это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам строго и юридически то есть это люди которые совершили какие-то антигосударственные противозаконные операции и говорят ну ничего мы вас не наказываем вы только скажите где вы ваши деньги и можете туда сюда возить откройтесь и мы вас не тронем только покажите значит как только кто-нибудь представители других классов сделает закон наружных наружных начинать привлекать а эти граждане которые отмывали нарушали и прочее а их вот пожалуйста очередная амнистия уже была одна амнистия капитала опять амнистия так что вот проблема тут остается ну мне кажется товарищ лакон раскрыл вот в этом вопросе следующий вопрос форма государственного устройства исторические типы государств товарищ лакон пишет государство это орудие систематического насилия в интересах политики господствующего класса по мв попову отказывается от такого определения в в этом определении слова политики явно лишнее потому что действительно здесь более сложная категория категория политики участвует в определении категории государства государство это просто орудие систематического насилия в интересах господствующего класса так будет сказать правильно а политика это уже классовая борьба по вопросу о государстве вот значит тут это такая серьезная серьезный недочет и далее истории известно три формы государства устройства абсолютно правильно она не знал что это будет не только богов и еще юрков да монархия аристократия и демократия формы в которых которые в которых государства существуют и историческими типами государства указывает товарищ является рабовладельческая бург буржуазная и социалистическая идут в социалистической скобочках указано диктатура рабочего класса запятая диктатура большинства граждан но надо сказать что пожалуй что про социалистическое государство нельзя сказать что это диктатура большинства граждан потому что диктатура пролетариата это как указывал владимир ильич ленин это диктатура конкретного определенного класса городских фабрично-заводских рабочих которых которые которая выражается в том что именно вот этот определенный класс городские промышленные фабрично-заводские рабочие ведут всего всю массу трудящихся в борьбе за построение полного коммунизма и поэтому нельзя говорить что в этом смысле диктатура большинства граждан это не диктатура трудящихся вообще социалистическое государство это диктатура все-таки рабочего класса но можно сказать что в интересах большинства действительно в интересах большинства трудящихся но с другой стороны надо сказать что при развитии социализма в полный в полный коммунизм значит когда происходит преодоление между людьми умственного и людьми физического труда и когда все трудящиеся выполняют свою часть физическую свою часть труда необходимую часть труда вот в этом смысле когда не происходит вот это вот снятие различий классовых различий в этом смысле тогда можно говорить что диктатура что это будет диктатура большинства граждан но вот но опять же в этот момент и снимается само государство когда уничтожаются эти классовые различия ну вот это все что товарищ лапин что мы можем поставить я думаю мы можем поставить товарищу лапину за счет хотя ошибался допускал в некоторой неточности но в целом заслуживает не смотря на указанные недостатки на оценку какую-то надо экзамен я поставил я вам оценил как хорошо суровую вас оценки против вы трогать я не могу возражать вы не согласны я согласен четыре с плюсом давайте четыре с плюсом так ну что следующий или мы следующий давайте давайте я потому что начнут фидулов дмитрий александрович украина днепропетровская область город днепродзержинск вот товарищ фидулов раскрывает первый вопрос который взялся понятие определения и понятия 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 как снятая сущность ну во первых я думаю что так вопрос не ставились понять определение хорошо значит здесь точнее было сказать категория определения и категория понятия понятия как снятая сущность и товарищ фидулов указывает сразу же что определением называется логическая операция раскрывающие содержание понятия и так далее явно что товарищ фидулов взял вот этот вот материал из какого-то то ли справочником то ли не очень хорошего учебника здесь когда мы говорим об определении категории определения уместно привести эту категорию из работы гегеля из науки логики мы уже сегодня это обсуждали определение определение есть качество которое есть себе в простом нечто и существо находится в единице с другим это моментом этого нечто в нем бытием получается по из того что говорит товарищ фидулов что определение это то логическая операция то когда дальше мы будем разбирать его работу это набор неких признаков но в действительности и определению товарища фидулов бывает несколько бывают одни определения бывают другие определения на самом деле если мы говорим об определении то она одно это одно качество которое есть себе в простом нечто не несколько качеств тут вообще когда категория определения у гегеля в науке логике появляется нету вообще количество не как никакого количества то есть она вот возникает как одно и так это одно качество и есть ну вот дальше товарищ фидулов переходит понятию и указывает что нередко под понятием понимают систему знаний представляющие собой фрагменты тех или иных научных теорий ну вот здесь тоже следовало бы категорию понятия взять из диалектики из гегелевской науки логики понятия в диалекте в науке логики возникает в третьем в третьем разделе во втором разделе в субъективной логике и понятия это бытие через которое просвечивает сущность то есть если определение было просто качество которое сохраняется в изменениях и которое противостоит переходу бытие для иного то понятие это более широкая категория проходит через гегель проходит через сущность и отрицая сущность возвращается к бытию и вот то бытие уже которая взята с отрицанием которому эта сущность проглядывает это и есть понятие ну вот товарищ ведулов тут пишет по этому поводу много становления как становление сущности есть прежде всего действования переход сущности в свободу наличного бытия на переход этот все же пребывают внутри себя вот тут перед мне кажется перепутанной категории сферы бытия и сферы сущности становления на личное бытие попали в сферу сущности каким-то образом у товарища ведула вот это неверно ну вот это все что да принцип вот товарищ ведулов пишет самом конце приз принцип противоположения гласит а если либо б либо не б положительность и отрицательность из двух противоположных предикатов вещи принадлежит только один и между ними нет ничего третьего действительности есть принцип исключенного третьего так называемого он присущ формальной логике а вот диалектическая логика прямо указывает что не либо а либо не а а прямо одновременно и а и не а второй вопрос дайте определение капиталистического производства ну вот из того что товарищ ведулов категории определения по всей видимости не до конца понял он начиная с того что дает характеристики характерные черты капиталистического способа производства то есть в корзину набрасывают некоторые можно сказать определенности капиталистического производства и в первом первой черте указывает капиталистическая частная собственность на средства производства то есть получается что капиталистический способ производства вводится через капиталистическую частную собственность это вот Вот такое циклическое определение, которое в данном случае нельзя признать верным. Дальше пишет второй пункт. Высшая ступень товарного производства и обращения. Тут смешивается производство с обращением, но в действительности можно так сказать, что капиталистическое производство – это высшая ступень товарного производства. И дальше указывать товаром становится рабочая сила. Это верно. Третий пункт – машины, технологический способ производства. Четвертый пункт – общественный характер процесса производства. Вот это тоже неверно, пожалуй, потому что общественный характер процесса производства присущ всем формам производства – и рабовладельческой, и феодальному производству, и капиталистическому, в том числе, и социалистическому. Процесс производства носит общественный характер. То есть здесь это не является характерной чертой капиталистического производства. Но все-таки, возвращаясь к определению капиталистического производства, можно сказать, что капиталистическое производство – это товарное производство на том его этапе развития, когда рабочая сила становится товаром. Или всеобщее товарное производство. Все при капиталистическом производстве стало товаром. Но вот именно этого, по всей видимости, товарищ Федулов не уловил и он указывает следующем – «общие черты с простым товарным производством». Действительно, общие черты есть в том смысле, что капиталистическое производство является развитием простого товарного производства. Вырастает из простого товарного производства. В этом смысле общие черты, наверное, можно указывать, В частности, пунктом пятом товарищ Федулов указывает, закон стоимости как закон товарно-денежных отношений. Вот здесь по поводу закона стоимости следует остановиться и сказать пару слов. Закон стоимости является основным законом товарного производства, безусловно. То есть все законы, которые описывают товарное производство, в основе своей имеют закон стоимости. Но поскольку капиталистическое производство также является товарным производством, просто на определенном этапе его развития, то закон стоимости является и основным законом капиталистического производства, а не законом товарно-денежных отношений, как указывает товарищ Федулов. Про формирование капиталистического уклада он указывает, что есть ранний домонополистический капитализм, который делится на ранний этап до современной научно-технической революции, и современный монополистический капитализм. Но вот надо сказать, что мы это уже сегодня разбирали, что товарное производство, бывает простое товарное производство, бывает капиталистическое товарное производство, собственно говоря, которое капиталистическое товарное производство имеет выше своей формой монополистическое производство. Дальше, разбирая, он указывает, что капитализм может быть так же определен, как всеобщее товарное производство. Он не так же может быть определен, а это и есть определение капитализма. И в скобочку он указывает Манделль, 1962 год. Надо сказать, что капитализм, как всеобщее товарное производство, был определен далеко, задолго до Манделля и задолго до 1962 года. Лет на сто раньше. Да, лет на сто раньше, пожалуй. И дальше. Разбирая западное общество, пишет товарищ Федулов, представляют собой смешанные экономики. Включая социалистические, капиталистические, экономические параметры. Ну вот, видно, что товарищ не совсем разобрался в определении капитализма. И в действительности никаких смешанных экономик не может быть. Ну, значит, бывает, смешанных производства бывают либо капиталистические, то есть, когда рабочая сила товаром является, либо отрицанием капиталистического производства, социалистическое производство. Да, есть еще такой момент, если есть переходный период, то капитализма. Да, многоукладность, когда имеется. Да, да, тогда смешанная экономика может быть. Ну, вот именно в переходный период можно говорить о смешанных экономиках. К капиталистической экономике найти какие-то социалистические элементы. Да, трудно. Ну, вот к западному обществу это неприменимо. Все западные общества без исключения являются капиталистическими. Вот, разбирая, если взять азиатские общества, да, то вот в Северной Корее социалистический способ производства, а Китай находится вот в переходном периоде. И как раз у Китая можно выделить сектора экономики, то есть, в которых различные уклады существуют. Ну, и разбирая последний вопрос, основные виды социалистических учений, значит, товарищ указывает в основном на утопический социализм. И здесь я бы хотел сказать, что вот если я бы отвечал на этот вопрос об основных видах социалистических учений, как вспомнить те виды социалистических учений, которые указаны в манифесте, если манифест не очень хорошо помнить. Ну, надо взять просто те классы, которые присутствовали во времена Маркса, все эти классы отрицают капитализм, что-то находят то, что им в этом капитализме не нравится, и получаются различные социалистические учения в этом смысле. Ну, на виду с этими учениями появляется христианский социализм, так называемый, но вот Маркс пишет, что христианский социализм – это святая вода, которой поп кропит озглавление аристократа. То есть, это вообще говоря, тоже социализм, который, ну, отрицание капитализма с феодальной точки зрения, с аристократической. Ну, вот почему-то товарищ Федулов остановился только на утопическом социализме, причем, да, не указывая другие социалистические учения. Ну, в частности, вот, переходя к социализму научному, к марксизму, он говорит, что индивид получит необходимые условия для своего свободного развития лишь тогда, когда все накопленные обществом богатства превратятся в индивидуальную собственность каждого. Но это прямо противоположно тому, что подразумевает марксизм. Вот это утверждение верно, пожалуй, для анархизма, но никак не для марксизма. Значит, коммунизм – это просто всеобщество, значит, если мы говорим о социализме как первой фазе коммунизма, то ему присущи все те же определенности, которые присущи коммунизму. То есть, общность на средств производства. Ничего, никакие богатства общества не превращаются в индивидуальную собственность в этом смысле. То есть, здесь неправильно этот тезис указан. И далее. Завоевание власти рабочих классом произойдет одновременно во всех развитых странах. Действительно, может, меня Михаил Васильевич поправит, Маркс с Энгельсом указывали на этот тезис, однако Ленин видит развитие капитализма, его империализм видит, анализирует империализм, видит неравномерность развития империализма и указывает, что завоевание власти рабочим классом как раз произойдет, скорее всего, и так и действительно история показала, в одной стране, и только потом рабочий класс может взять власть и установить диктатуру пролетариата в других странах. Марксизм и ленинизм, указывает товарищ Федулов, смотрят на социализм как первую фазу коммунизма. Ну вот такая фраза. На самом деле социализм это и есть, на него не надо смотреть как на первую фазу коммунизма, а социализм это и есть коммунизм в первой фазе. А, вот последнее, да. Самостоятельным течением марксизма, указывает товарищ Федулов, является большевизм, основательным и вождем которого был Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Вот этот тезис тоже, мягко говоря, спорный, ведь большевизм является не самостоятельным течением марксизма. Большевизм это и есть марксизм в развитой форме. Большевизм развивает марксизм. И как показала история, все остальные, значит, так называемые течения, меньшевики и прочие, они от марксизма отошли, придали и марксизм, и интересы рабочего класса. И в этом смысле сегодня большевизм это и есть марксизм. Так что нельзя говорить, что это некое самостоятельное течение, которое отдельно от марксизма. Кирилл Ильич, все, кто здесь присутствует, а также все, кто смотрит сейчас на наш экзамен, все интересуются, какую оценку вы считаете необходимо поставить товарищу Идулову? Товарищ Идулов, насчет раскрыл некоторые моменты. Я считаю, что товарищ Идулов заслуживает асфальт и удовлетворительно. Удовлетворительно? Да. Вы как считаете? Я бы к этому присоединился. Особенно в связи с тем, что в капиталистических экономиках находятся элементы социализма, хотя на самом деле там есть элементы отрицания капитализма в самом капитализме. Но отрицание капитализма в капитализме еще не есть коммунизм. Еще не есть коммунизм, а лишь его отрицание. Поэтому так не бывает. Ни из кусочков составлено капитализм. Точно так же, как есть родимые пятна старого строя на первой фазе коммунизма, но это не в виде кусочков капитализма, а в виде нерасправленного еще. Как вот, если мы возьмем бутон розы и розу, видно, что на бутоне видно, что еще не развернулись лепестки. Поэтому это не совсем диалектично. Я тоже считаю, что надо поставить удовлетворительно. Сейчас мы делаем перерыв. После перерыва у нас будет работа Даниленко и работа Егора Ивановича Шмелева. Перерыв 10 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова